Быстро пройдемся по основным способам продвижения. В дальнейших видео разберем каждый из них в отдельности. Итак, первый и наиболее популярный и дешевый способ продвижения через официальную рекламу AdWords. Тут речь идет именно о нативном YouTube-видео, то есть то видео, которое залейто на YouTube. Существует два способа. Либо это инстрим продвижение, то есть продвижение в прероллах перед другими видео, либо видеодискавери. Это формат, который размещается справа от видеоплеера, и люди уже самостоятельно принимают решение переходить им на это видео, смотреть его или нет. Второй способ немного дороже, но в этом случае вы получаете более лояльную аудиторию, которая сделала это более осознанно. Следующий способ продвижения — это добавление популярной плейлисты. Вы можете найти через поиск популярные музыкальные плейлисты, где публикуются, вернее, куда добавляются клипы, которые имеют большое количество просмотров, и договориться с хозяевом этих плейлистов за определенную плату, там разместиться. Если плейлист крупный, это тоже неплохой источник трафика, и можете его использовать. Следующий способ — реклама у блогеров. YouTube-блогер — это достаточно дорогая история, и в этом случае вам нужно найти какой-то бартерный вариант. В ином варианте очень вероятно, что каждый просмотр обойдется вам слишком дорого в сравнении с другими способами продвижения. Еще один способ продвижения видео внутри YouTube — это добавление в конечные заставки на популярных видео. Понятно, что вы можете добавлять в конечные заставки на свое видео, это вы можете сделать без проблем, и более того, это сделать нужно обязательно. Но также вы можете договориться с обладателями других популярных видео, тем, чтобы они разместили рекомендацию на ваше видео в конце своего. Не скажу, что это даст вам какого-то бешеного количества просмотров, но если у вас есть такие знакомые, то вы тоже можете это сделать. Следующий способ продвижения — это таргетированная реклама в Instagram. Сейчас лучше работает реклама через истории, но можете попробовать разместиться и в ленте. Хотя в этом случае, сразу скажу, просмотр будет сильно дороже, чем реклама в YouTube. Плюс это дополнительный источник трафика, который может помочь в дальнейшей жизни видео, чтобы получить больше просмотров через рекомендации. В Instagram вы также можете сделать посевы в крупных пабликах, где размещается музыка и клипы, но в этом случае, так как в Instagram нет прямой ссылки, это достаточно имиджевая история, то есть напрямую просмотров вы получите мало. Но, возможно, вы получите узнаваемость, которая дальше уже будет конвертироваться внутри YouTube. То есть люди увидели там начало клипа, перешли в YouTube, вбили через поиск, нашли видео. Если видео много запрашивают, это также хороший сигнал для алгоритмов YouTube, чтобы в дальнейшем его рекомендовать. Способ, который раньше был самый популярный, но сейчас он стал очень дорогой, это посевы в пабликах ВКонтакте. То есть вы берете нативный YouTube-плеер и размещаете его в пабликах ВК. Сразу скажу, что просмотр в этом случае будет в десятки раз дороже, чем размещение в тех же пабликах встроенного плеера ВКонтакте, либо, если сравнивать с рекламой AdWords, тоже в разы будет дороже. То есть просмотр обойдется дорого, но плюс в том, что это дополнительный источник трафика, который также может сыграть на пользу в дальнейшей жизни и в дальнейшем аранжировании вашего видео. Теперь перейдем от плеера YouTube к плееру в социальных сетях. Там тоже можно продвигаться. Сейчас быстро разберем, каким способом это можно сделать. Первый способ – это таргетированная реклама в ВК. Сейчас мы говорим про видео напрямую в ВКонтакте. Плюсы способа – самая большая гибкость в плане выбора аудитории. При большой аудитории достаточно низкая стоимость просмотра. Вообще способ хороший, крайне рекомендую. Второй способ продвижения ВКонтакте – это посевы в пабликах. Мы уже о нем говорили раньше, но сейчас мы говорим в контексте именно видео плеера ВКонтакте. В этом случае стоимость просмотра сопоставима с таргетированной рекламой, иногда она даже ниже. Минус – вы имеете гораздо меньше возможности в плане выбора аудитории, потому что вы можете выбрать только паблик. Вы не можете выбрать, кому конкретно в этом паблике показывать. Тематика паблика достаточно широкая, и там достаточно широкая аудитория. В этом минус. Поэтому смотрите сами, но способ до сих пор работает, и многие его используют. Способ продвижения, который вы можете использовать, имея либо прямые контакты с администрацией ВКонтакте, либо если вы работаете с дистрибьютором, и он может вам в этом помочь. Это рекомендации, попадание в раздел рекомендации видео ВК. В этом случае вы получаете большое количество просмотров, но при этом просмотра зачастую не очень качественные. То есть переходов в этот просмотр не так много, потому что достаточно широкая аудитория. Но если цифра в том числе у вас приоритетит, то попросите своего дистрибьютора вам с этим помочь. Также иногда администрация ВКонтакте может предложить вам какой-то объем промо, определенное количество просмотров, которые вы тоже можете использовать для продвижения своего клипа. Тут зависит от взаимного интереса и того, что вы можете им предложить. Если вы заливаете видео в Facebook, то в Facebook существуют аналогичные способы продвижения в виде таргетированной рекламы. Есть, правда, некоторый вопрос, зачем вы это делаете, потому что в Facebook очень специфичная аудитория. Если вы точно не понимаете, что именно она вам нужна, лучше вообще не лезть в эту площадку, просто, возможно, залить туда, чтобы он там был. Но если вы понимаете, что именно эти люди вам нужны, тогда, пожалуйста, вот таргетированная реклама – это один из немногих способов, которые можно использовать в этой социальной сети, которые хорошо работают. И напоследок немного коснусь серых способов, которые я не рекомендую вам использовать, но без которых, наверное, рассказ о способах продвижения был бы неполным. Первый способ, который раньше очень активно использовали, сейчас постепенно он отмирает – это продвижение через киносайты. Ваше видео, плеер YouTube, встраивается перед видео, зачастую на пиратском контенте, пиратских киносайтах, где перед сериалом, перед фильмами показывается пользователю. Эта история официально не поддерживается в YouTube, за это, во-первых, просмотры могут списываться. Часто есть вопросы по источникам трафика. Трафик стоит дороже, чем, скажем, реклама внутри YouTube. И, в общем-то, не так много причин ее использовать. Одна из таких причин – это невозможность пройти модерацию внутри YouTube в случае, если у вас есть какой-то спорный, неоднозначный контент, если есть насилие, секс, какие-то вещи, которые запрещены внутри YouTube. В этом случае у вас нет выбора. Этот способ второй по стоимости после встроенной рекламы AdWords YouTube. Еще один серый способ продвижения – это продвижение через предложенные новости. Вы предлагаете в сообщество либо свой клип, но его в скейсу не так много вероятности, что его разместят, либо предлагаете подборку клипов. То есть вы захочете в сообщество, нажимаете «Предложить новость», делаете какую-то подборку, какой-то текст, о чем эта подборка, и надеетесь, что администратор ее опубликует. Если вы это делаете в большом количестве, то в каком-то проценте пабликов такая публикация состоится. Если вы это делаете в небольших количествах, то, в принципе, этот способ не является серым, и, скорее всего, проблем у вас никаких не возникнет. Но результата большого вы вряд ли достигнете. Если вы решили это дело масштабировать, вы можете купить специальный софт, который позволяет предлагать новость в массово большое количество пабликов. Но в этом случае ждите проблем, то есть блокировка аккаунтов будет постоянная, и, возможно, даже блокировка сообщества. Хотя я такого, честно говоря, ни разу не видел, но пугаюсь, что такое может быть. Так что такой способ есть, но использовать его или нет – это на вашей совесть. И последний способ, о котором хотелось бы сказать, тоже серый, это различные виды спама в социальных сетях. Это когда оставляют в комментариях, под постами, под фотографиями, под видеозаписями. Сейчас это все отмирает все больше и больше, становится все дороже и дороже, и стоимость подобных активностей уже сопоставима с официальной рекламой. При этом по затратам времени они гораздо больше. Но если хотите попробовать, вот знайте, что такое есть. Тоже есть специальный софт различный под эти задачи. Но, опять же, все на вашей совести. На этом все, друзья. Если подобный формат видео вам нравится, ставьте лайк. Если увидишь, что такое заходит, сниму видео уже по каждому способу продвижения, уже более детально разберем, какие плюсы и минусы, как это делается и так далее. Всем пока, удачи в продвижении.